Как усиливает какие-то состояния, если они на тот момент даже, может быть, где-то на подсознании были, то они просто усилились. Вячеслав позвонил бывшей супруге. Светлана радостно сообщила, что у неё всё прекрасно. Она нашла новую работу и собирается снова замуж. Последние сомнения отпали. Вячеслав поверил, что виновник его бед – бронзовый дракон. Что же такого зловещего в этой статуэтке? Разве может вещь испортить жизнь человеку? Вячеслав съездил в Китай и попытался узнать историю бронзового дракона. Выяснилось, что эту статуэтку в 18 веке сделал воин императорской армии. Он подарил её своей жене. Когда она умерла, статуэтку положили к ней в могилу. А пять лет назад захоронение вскрыли чёрные копатели. Пять экстрасенсов Москвы. Мы показали им статуэтку дракона. Экстрасенсы ничего не знают о ней. Ни откуда она, никто был её владельцем. Мы попросили ясновидящих рассказать нам происхождение дракона и определить, какая у него энергетическая аура. Если они увидят в статуэтке что-то негативное, тогда не исключено, что беды Вячеслава действительно связаны с ней. Уверена, что она бесценна и её не продадут. Она действительно меняет жизнь, эта статуэтка. Когда погиб хозяин, она присутствовала при этом, эта статуэтка. И вобрал в себя его энергетику. У экстрасенсов возникли разные версии происхождения статуэтки. Но ближе всех к истинной истории бронзовой фигурки оказалась Дарья Миронова. Эта вещь очень древняя, она имеет китайскую, именно китайскую историю. Я вижу какие-то определённые горы, я вижу определённое место. И создал эту вещь воин. Воин, который заключил в эту вещь свою силу, свой дух, свою энергию. Но все экстрасенсы сошлись в одном. Статуэтка действительно обладает негативной энергетикой. Это сразу чувствуется, уверяют ясновидящие. Это разрушающая энергия, которая ведёт именно к ментальному полю человека. И влияет и на судьбу, на жизнь, и на характеристику тех событий, которые происходят в жизни человека. То есть здесь находится злой дух. Если человеку эта статуэтка попадает в руки, когда он не очень просвещён духовно, то с этим человеком начнут происходить катастрофы, различные неприятности. Вячеславу экстрасенсы посоветовали не выпрасывать статуэтку, а осветить её в церкви. С кладами шутки плохи. Даже если вещь попала к тебе случайно, нет никакой гарантии, что это никак не отразится на твоей судьбе. Нужно быть очень аккуратным с найденными сокровищами. Недаром же их прятали от чужих глаз. Клад действительно может полностью изменить жизнь человека. Но чаще всего мистика здесь всё-таки ни при чём. Глядя на Владислава Курышкина, никогда не подумаешь, что ещё три года назад у него была хорошая работа, семья, квартира, машина. Это сейчас он перебивается случайными заработками, а раньше был исполнительным директором строительной компании. Всё изменилось в одночасье, после того, как Владислав нашёл клад. В марте 2008 года Владислав поехал в командировку в Якутию. Его компания строила там завод по обработке алмазов. Рядом же были прииски. Владислав по работе часто выезжал и туда. Уже под конец командировки он увидел в отвале на прииске блестящий круглый камень, поднял его и обомлел. Это был огромный алмаз. Ну, я уже месяц там проработал, я примерно знал, как они выглядят, необработанные. Алмаз размером с голубиное яйцо. Весом около 50 каратов. Таких крупных камней во всём мире можно по пальцам пересчитать. Их цена даже без обработки доходит до 5 миллионов долларов. Теперь я богат. Владислав тут же бросил все дела в Якутске и вылетел домой, в Москву. Это была целая история, как я его провозил через таможень, через аэропорт. Но это получилось. Приехал сюда, ставил строить радужные планы. Сдать, продать. И зажить спокойно, ничего не делая. Владислав стал похож на корейка, подпольного миллионера из золотого телёнка. Он приходил на работу, а сам подсмеивался над коллегами. Тот-то вы удивитесь, когда я стану миллионером. Владислав потерял всякий интерес к работе. Целыми днями сидел в интернете и рассматривал алмазы, прикидывая, сколько сможет выручить за свою находку. Так продолжалось почти год. Наконец, Владиславу предложили написать заявление по собственному желанию. Почему вы развелись? А что ты рассказываешь, как с ним жить-то, возможно? Человек чопнутый совершенно. Жена Владислава, Елена, как могла, пробовала вразумить мужа. Она уговаривала его не бросать работу. Но тот ничего не хотел слушать. Словно одержимый повторял одно и то же. Я буду богат. А у него как съехала крыша, так на место и не встал до сих пор. Невозможно жить вообще было. Срывы нервные, нес чушь всякую. То планы какие-то строил непонятные. Он неадекватный стал, понимаете, совершенно неадекватный. То есть невозможно было понять вообще, что он хочет, то одно, то другое. Он перестал контролировать себя абсолютно. Какие-то кричать стал, срываться. Когда я говорила, что это не настоящий камень, он мог просто на меня замахнуться. Естественно, я не буду жить в этом человеке. А что за камень был? Как он выглядел? Обычный камень. Устав от постоянных ссор, жена подала на развод. Но Владислав будто этого не заметил. Он хотел только одного – продать алмаз и, наконец, разбогатеть. Но перед тем, как искать покупателей, Владислав решил показать камень специалистам для оценки. Нашел эксперта, показать ему камень, потому что я боялся, если это немаленькая сумма выходила денег после его продажи, хватило бы до конца жизни. Я боялся, потому что убьют, если заметить. Не на тех людей попадешь. Вроде все, договорились, отдали эксперту, заплатили деньги за экспертизу. Чтобы проверить алмаз на подлинность, эксперт опустил его в соляную кислоту. На глазах у Владислава камень полностью растворился. А ведь алмаз – самый прочный материал в природе. Его невозможно разбить или растворить в кислоте. Оказалось, это просто камешек, которых под ногами полно валяется. Это стало для Владислава настоящим ударом. У него случился нервный срыв. Дело дошло до психиатрической клиники. Полежал месяцок. Вроде поспокойней. Я думаю, я вылечил из-за того, что не сталкивался с этой обыденностью. Работы нет. Никто не капает. Там тепло, можно спать, кормят. А здесь постоянные скандалы и мысли в поисках работы, чтобы можно было купить, покушать. Владиславу действительно порой нечего есть. Он давно нигде не работает. Он попытался вернуться в свою строительную фирму, но его не взяли обратно. Он решил помириться с женой, но та даже не стала слушать бывшего мужа. Не хочу я ничего общаться с ним интересоваться. Все было, то прошло. Найдя алмаз, Владислав был уверен, это изменит его жизнь. Так оно и вышло. С этим камнем носился. Жили на зарплату жены. Потом еще влезли в долги. В итоге начались скандалы и ссоры. Работу я уже по специальности найти не мог. Сейчас снимаю комнату, перебиваюсь с случайными заработками. Разбогатеть в один миг. Об этом мечтают все. Но поиски клада – не лучший способ обогатиться. Как правило, настоящие сокровища находят случайно. Тем же, кто тратит на поиски кладов все свое время и силы, удача улыбается редко. Все-таки легких денег не бывает. Продолжение следует...